Для вечного огня, который является символом великого родного подвига советского народа, собрались ветераны войны, были малолетние вязни, партизаны и подпольщики. Это люди, которые в годы Великой Чиной войны унесли значный вклад в вызволение нашей страны от немецко-фашистских захопников и однажды продемонстрировали своим подвигом, что у белорусского народа за все дыбы есть и будет запас трывалости. Сирот запрошенных на мероприемство, так само представники улады, прационных коллективов, громадских организаций и объединений молодь. Яны в свою чергу святозаховывают память об тех, кто ценой своего життя отвоевал великую перемогу и безмерно удержанные тем, кто с долей уперажить усиня годы войны. У рачистый митинг у парка фестивальна был проведен у рамках грамадзянско-патриотичной акции «Беларусь. Земля славы ратной», якая ладится на территории Гомещины уже 10 годов. За гэтый час Курган Славы пополнился землей амаль с 300 героичных местцов. Па час митингу яго была закладена земля, привезенная с шести областей нашей краины. У дельники митингу ушановали память загинувших у годы Великой Ачины войны, усклали вянки и кветки до Кургана. У адрес присутных ведовожства у нашего героичного минулога ухудшали щирые душевные слова-подзяки. Яны в свою чергу уже дали подрастающему поколению шановать и заховывать отвоеванный такой дорогой ценой мир на нашей родной земле. Пожелаю молодёжи, чтобы укрепили нашу боеспособность, помогали нашей белорусской армии, в том числе брат-приверс ветеранов войны, которые по 18-19 наиболее лет сражались за защиту родной Белоруссии. Самые масштабные ведущие массовые мероприемства, примиркованные до Дня незалежности, запланованы на завтра. У Гомеля свято распочнется у 10 годин ранец и традиционным шестям Поголовной в улице города, якое завершится церемонии ускладания вянков и кветок до мемориалу «Вечный огонь». У программе мероприемства так само город-майстро у скверы имя Андрея Грамыки, молодёжные спортивно-забавляльные программы на площади Повстания и площади Ленина, святочные концерты с уделом творчих коллективов Гомельщины. Дарыш, и самым массовым из них станет концертная программа «Мы, белорусы, мирные люди», яка отбудется на плясу цыкаля Медицинского университета. У целом, 3 липня для гомельщан и гостей областного центра будет организована саправды текавая и насыщенная культурно-массовая программа во всех районах города. Наши корреспонденты потекавилися, как гомельщане сбираются святковать День незалежности. Прямо с утра с ребёнком на площадь и смотреть, шестеро ветеранов участвовать. Ну и в течение дня тоже самое, здесь на площадке будет зырка, насколько я знаю, будет программа хорошая. Лично я с семьёй на дачу уезжаю. В городе тоже программа интересная, ну может быть, наш уже возраст, нам хочется больше на природах. На городские праздничные схожу, а потом уже на дачу, в кругу родственников. Собираемся в город с друзьями, походить по выставкам, возможно, поучаствовать в каких-то мероприятиях, которые будут, ну, посмотреть на концерты вечером, может быть, пойдём на салют, но это ещё пока не решено. Вероника Варашилина, Игорь Марышченко, Телерадоя, компания «Гомель».